И мне бы хотелось, чтобы вы вынесли сегодня с этого семинара одну ключевую мысль, которая капитан очевидность для всех тех, кто знает хоть что-то в эзотерической картине мира. Она звучит как «все в нас», «все есть в нас». И, казалось бы, простая мысль, но я сейчас вам покажу, сегодня покажу, как действительно все то, что нам может быть в жизни нужно, есть в нас. Так уж получается, что мы пришли в этот мир с Богом внутри нас. Это то, что можно подвергать сомнению, ставить под сомнение. Или это то, что можно принять, но так или иначе мы живы, мы полноценно функционируем, мы живем на этой планете, мы способны чувствовать, мы способны любить, мы способны воспринимать реальность. И это значит то, что мы на базовом уровне являемся целостными, независимыми, полноценными существами. В момент, когда мы рождаемся и приходим в этот мир, мы идеально подготовлены, и у нас есть все то, что нужно для того, чтобы выполнить наше призвание. И здесь, в этот самый момент, жизнь дает нам первое испытание дуальности. Вот этот опыт на планете Земля – это опыт дуальности. Опыт дуальности – это опыт творчества. Это не опыт дьявола или это не опыт чего-то плохого, это опыт творчества. Постигая разнообразие, у нас появляется возможность создать что-то качественно новое. Этот мир – это динамический аспект божества. Этот мир – это динамический развивающийся аспект Бога. И через этот мир у Бога появляется динамика. Но динамика возможна только тогда, когда есть разделение. Точно так же, как два родителя, соединяясь, порождая третье, что не является ни первым, ни вторым, и даже не их синтезом, а это что-то качественно новое. Так же и наш мир является порождением дуальности, порождением двух, которое создаёт новую конфигурацию опыта. И двигающей энергией, двигающим локомотивом этой реальности является желание, намерение, которое рождается внутри каждого из нас. И этот опыт дуальности, он призван порождать эти намерения, которые каждая без исключения является творческим намерением. И когда мы впервые приходим на эту пространственную временную парадигму, пространство, реальность, мы получаем от мира первый опыт дуальности. И этот первый опыт дуальности многие люди воспринимают как травма. Какая самая главная, главный опыт дуальности, когда мы приходим сюда? Кого с кем? Ребёнка и матери. Родовая травма. Разделение по сути не только с матерью, но и с Богом. Мы с Богом. Мы отделяемся от целого. Мы становимся независимым аспектом бытия. И это ощущение себя независимым не всегда сопровождается ощущением своей личной силы. Иногда оно ощущается как потеря силы. Как потеря силы. И если мы будем говорить о том, что человек отделяется от Бога, когда он отделяется от матери, потому что подсознательно мать – это воплощение божества, то для ребёнка, который рождается в текущем коллективном сознании, вот это обособление предполагает, что потерю силы или обретение силы – потерю силы. Сила остаётся здесь. И человек, который… Все религии говорят, что мы по образу и подобию Бога созданы. Но при этом человек, который отделяется, его главным движущим намерением в жизни, не творческим намерением, а скорее деструктивным, контртворческим, является получить эту силу, которая по его иллюзорному восприятию осталась у кого-то другого при рождении. Исцелить вот эту травму, с которой мы сюда пришли. Сюда добавляется вторая травма. Я отделён от других людей. Я – это не они. Потому что в мире божественности единство с Богом автоматически предполагает единство со всем сущим. И человек оказывается распятым в кресте двух дуальностей. Я отделён от Бога. Я отделён от других людей. Где моя сила? Этот человек сильнее меня физически. Этот человек привлекателен и несёт в себе какие-то психологические черты, которых у меня как будто бы нет. У Бога есть сила управлять моей жизнью. У меня этой силы нет. Я – жертва Бога. Я – жертва других людей. Вот структура всех основных травм, всех основных проблем, которые возникают с человеком. И когда человек переживает вот это отделение от Бога, давайте про него поговорим. Это интересная тема. Она первичная. То как человек компенсирует эту дуальность? Какое здесь чувство? Бессилие, да? За счёт других. Вот это интересно. Да, за счёт других в том числе. То есть он либо пытается выпросить эту силу, либо пытается обрести подобную Богу силу, управляя другими людьми. И качается маятник дуальности. Я бессилен, мне нужно обрести силу. Как я могу обрести силу? Либо унижая других людей, либо я бью поклоны. Потому что сила вот как бы либо здесь, либо вот здесь. Вот этот маятник, который порождает порождает нецелостное человеческое существо. Которое порождает конфликты в мире, которое порождает организованные религии, которые творят очень странные вещи под прикрытием Бога, имени Бога. Когда Бог обещает награду, вот для этого нужно что-то сделать. И тогда почувствовать кратковременное избавление от вот этого чувства бессилия, недостойности, вины, стыда. Первая главная травма отделение от Бога. Отделение от источника. Это основное, подсознательное, что никогда не скрывается напрямую в классической психологии. Потому что для человека ну она туда не идет обычно в такие религиозные аспекты. Но ощущение себя отделенным от силы, которой человек, существо, сущность, душа обладала до рождения, является колоссальным вызовом. У меня в этом теле как будто бы нету этой силы, которая была. Силы творить миры, силы воплощать любое желание. Я потерял свое могущество, думает душа, воплотившись в это тело. И, соответственно, мои отношения с Богом это самое важное. Я либо буду его игнорировать и пытаться то есть игнорировать и тем самым аккуратно воевать с ним подсознательно за эту силу. Типа тебя нет. Тебя нет, дорогой Бог. Поэтому я буду таким образом, это похоже на наш современный атеизм похож на подростковую сепарацию. Типа родители не канают? Я сам, да? Что является здоровым этапом развития общества. Здоровым этапом развития общества. Мы сейчас такие еще подростки как цивилизация. Мы уже там подрались достаточно хорошо, но еще пока не обрели то, что обретает любой взрослый человек в идеале должен внести. Это состояние целостности. Состояние соединенности со своей силой. Второй момент. Я отделен от других людей. О, это большой источник травмы. Прекраснейший источник травмы. Если человек сильнее меня физически, я логично слабее, я жертва, я вырабатываю стратегии страха и самозащиты. Я боюсь. И в моей жизни, разумеется, начинают с завидным постоянством происходить эти ситуации, которые подтверждают это мое бессилие. Каждому человеческому существу такому похожему на пряничного человечка. Подведен источник со всеми необходимыми ресурсами всего мира. Каждый человек подключен к безграничному источнику силы. Каждый человек является самодостаточным и независимым Богом-творцом. И единственный источник проблем, любых проблем в нашей жизни, любых проблем, без исключения, сводится к тому, что где-то мы частичку нашей силы отдали куда-то вовне. Отдали куда-то вовне. Спроецировали на кого-то другого. По невежеству. Без безлого умысла обычно. Что отдает ребенок вовне? Собственную силу в плане защиты и безопасности раз. Собственную силу принимать решения два. Собственную силу собственную право на истину три. Собственное право на интуицию и мудрость четыре. Собственное право на то, чтобы быть независимым отдельным человеком, у которого могут быть свои желания и свое представление о жизни. Собственное мировоззрение пять. И если он эти вещи назад не забирает, то он всю жизнь ищет людей, которые будут закрывать ему вот эти потребности там, где он эту силу и всю жизнь будет искать подсознательных людей, которые будут ему давать то, во что он не верит, что это у него есть. Он будет с ними ссориться, с ними воевать, в них влюбляться, их добиваться, от них убегать, но эти люди будут его окружать как носители ресурса, который он в себе не принял, который он не взял себе назад, который он не забрал у мира, который он не забрал у других людей. И ребенку простительно какие-то ресурсы отдавать, делегировать. Но самое интересное то, что для нас всех не происходит как было в древних культурах процесса инициации во взрослую жизнь. У нас этого нет. Процесс инициации подразумевает процесс избавления от этих проекций собственной силы и возвращения всего ресурса назад в себя. Это логично, то, что мы сейчас переживаем какое-то другое время, но идея про то, что все без исключения люди, которые живут на этой планете, они почему-то добровольно проецируют то, что у них есть, свои ресурсы на других людей, а потом тщетно пытаются от них получить эти ресурсы. Давайте про романтичные. Заявление такое, любая влюбленность не имеет ничего общего с любовью. Любая влюбленность это реакция нашего подсознания на человека, который возвращает нам, демонстрирует нам ту нашу часть, которую мы в себе, ту нашу силу, тот наш ресурс, который мы внутри себя не принимаем, который мы считаем, что у нас его нету, или который находится под запретом нашего подсознания, в который мы не верим. Всегда, когда есть кто-то, которому мы чувствуем какие-то эмоции, достаточно интенсивные, он всегда демонстрирует нам подсознательно наши ресурсы, в которые мы не верим, что они внутри нас есть. С одной стороны. С другой стороны, любой человек, который причиняет нам огромное количество беспокойства, будь то президент, бывший президент Барак Обама для большинства жителей нашей страны, будь то какой-нибудь неприятный начальник на работе или одноклассник в школе, этот человек всегда демонстрирует тот ресурс, который мы не принимаем в себе. В чем беда этой цивилизации западной, авраамических религий? Почему мы, западный мир, не только западный, мир, основанный тремя основными авраамическими религиями, которые пошли от Авраама, почему этот мир породился только воин? Почему? Потому что в основе этих религий, по крайней мере, их экзотерических частей, лежит убеждение, что человек это не Бог, что человек это раб Бога, производная от Бога и так далее. По крайней мере, так ведет себя внешняя часть религии, которая обеспечивает, занимается основным программированием населения. Человек отделен от Бога. Когда человек отделен от Бога, то естественный инстинкт его, помните, он душа, у него есть инстинкты его высшего Я, какой инстинкт высшего Я? Быть творцом, быть сильным, быть полновластным. Если я отделен от Бога, я буду пытаться свою власть восполнить в этом мире какими-то другими способами. Какие способы восполнить свое самоощущение есть? Деньги, насилие, власть, зависимости. Хорошая история. Именно поэтому западная цивилизация, она ее хлебом не корми, а дай повоевать. Не потому что так уж действительно ценные ресурсы, а потому что душа просит войны. Европа, история Европы, с одной стороны снесли полу-Европы, с другой стороны снесли полу-Европы, с одной стороны, с другой, и так 2000 лет, не 2000 лет, чуть меньше. Душа просит войны, душа просит обретения силы. Но ощущая свою оторванность от источника, мы пытаемся обрести силу вовне, и это создает зло в нашем понимании. Мы идем на поводу у этого, у этой иллюзии разделенности. Мы несем внутри себя карму неполноценности, которая является и отражена во внешнем религиозном программировании, и которая порождает и создает весь тот мир страха и непонимания и небезопасности, в котором мы живем. Если исцеляется самая основная травма в человеке, если человек вдруг осознает, что он обладает прямой связью с источником творения, что он неоцениваемый, что он не должен заслужить прощения или спасения, что он не греховен по праву рождения, что он не родился в грязи, что он не родился во грехе, то у него наступает мир в душе. Все остальное исцеляется автоматически. Потому что когда на смену ощущению отделенности от Бога приходит ощущение единства с источником, внутри происходит исцеление и исчезает эго. эго по определению это тот механизм, который мы создали для себя, чтобы выживать в этом мире, думая, что мы отделены от Бога. Представьте себе ситуацию, вы отправляетесь на новую планету и у вас есть корабль, в котором есть все необходимые припасы, съестное, все, все, что вам нужно. Вот вы высадились на эту планету, отошли за ближайшую горку и заблудились. Оборачивайтесь, а корабля нет, источника ресурсов нет. И что вам нужно делать? Вам нужно пытаться обустроить какой-то дом себе. А вдруг что страшное произойдет? И вы начинаете выстраивать вот эту систему самозащиты. но как только вы опять обнаруживаете то, что все вот оно тут рядом на самом деле, или возможно этот корабль это вообще современный корабль, он летает над тобой, прямо над тобой, всегда готов дать ресурсы, но ты его ищешь в горизонтальной 2D плоскости и не можешь найти. Плоская земля, привет. А ты его смотришь, ищешь и нету его. А вот он. и когда ты начинаешь черпать эти ресурсы, когда ты просто признаешь, что он есть, поднимаешь глаза в конце концов, обнаруживаешь его, то вот это вся копошение вокруг денег, власти, угнетение, насилие, попытки себя как-то почувствовать хорошо, она пропадает. Возникает естественное чувство баланса. Я про это часто говорю, это как возвращение домой, где можно наконец-то расслабиться. И это доступно каждому. Когда эта главная дуальность не исцелена, то начинает, и когда мы чувствуем себя отделенными от Бога, то, соответственно, мы начинаем чувствовать себя отделенными от других людей. и другие и другие люди представляются нам теми, кто либо несет себе что-то очень ценное, либо те люди, которые несут для нас угрозу, либо физическую, либо идеологическую. Потому что если я отделен от Бога, и у меня есть какой-то концепт Бога в моем эго, то любой другой человек с другим концептом Бога в его эго будет ощущаться для меня как опасность. Он будет неверный, он будет плохой, мне нужно что-то с ним сделать. Это библейская история о Каине Авеля. У него костер, дым пошел к Богу, а у меня нет. Он меня меньше любит, я его убью. Бог меня меньше любит, потому что я его убью. Отделенность человека и человека перед Богом, попытка замолить Бога, получить ресурс. И, соответственно, нужно быть единственным перед Богом, конкуренция возникает. И после этого это все спускается по октавам сознания, конечно, это все, то, что я сейчас рассказываю, оно может происходить, вот там люди ходят, они вряд ли об этом думают, о том, что я чувствую себя отделенным от Бога. Нет, но это является основой, которая организует все их мысли, просто на других уже точках сборки, на других логических уровнях. Естественное чувство неполноценности, неполноценности, недостойности, с которым приходим мы сюда, это наша главная карма. И она не исцеляется за счет внешнего. Никогда. Начинается. Теперь, про то, как мы отделены от других людей. Это, наверное, отношения между людьми это самый большой источник счастья, самый большой источник несчастья. Отношения с Богом, они в некотором смысле не развивающие. Почему? Потому что Бог это источник, это откуда мы пришли. Он должен быть. Это просто то естественное состояние собственного достоинства по праву рождения, которое мы должны обладать. но идея это про то, чтобы прийти сюда, в мир, где есть сотни тысяч, миллионы, миллиарды воплощенных божеств, которые равны исходному Богу, и сотворить новые конфигурации опыта, дав свободу каждому из них, дав разнообразие, дав динамику, дав выбор. Планета свободного выбора. И когда люди, вступая в этот мир, воспринимают вот эту отделенность физических, биологических тел за отделенность реальную, то тогда просыпается страх и еще раз чувство неполноценности. Потому что так устроена наша психика. Если кто-то не похож на меня, он несет в себе опасность, я его не знаю, это для меня новое что-то. Я должен с этим что-то сделать, либо его задобрить, либо от него защититься. Первобытные племена просто, ну, самый низкий уровень сознания человека, это когда человек человеку волк. Я подсознательно от каждого, даже от близкого, жду чего-то плохого. Вот такое сознание, это вот первичное сознание вот этой нашей биологического скафандра. Оно берется из ощущения того, что ты и я сделаны из разного теста. Я не могу тебе доверять. И это ложь. Потому что, если бы мы понимали, что мы являемся продолжением одного источника, одного источника блага и любви, то в этот самый момент нам бы больше не потребовалось бы создавать защитные механизмы. Конечно, сознание, когда растет, оно начинает включать в круг безопасности все больше и больше людей, свою семью, кто-то включает свою страну или свое родное пространство, кто-то очень любит на этом фокусироваться и говорить, вот мы славяне, мы там арийцы, мы там, не знаю, коренные аборигены, кто-то, они вот любят сохранять это. Это тоже уместно, потому что это позволяет поддерживать более широкое ощущение себя. Но здесь есть еще одна опция. Здесь есть опция признать, что каждый, абсолютно каждый человек происходит из того же источника, что и я. Человек, которого я считаю ниже себя, человек, который я считаю самым, может быть, недуховным или каким-то несовершенным человеком. Человек, на которого я молюсь, например. Все эти люди являются моими братьями и сестрами. Все они исходят из единого источника творения. И нет необходимости мне от них защищаться. И все они так же, как и я, априорно ценны. Но это красивая картинка. А на деле? А на деле мы нашу собственную силу, нас же никто не научил ее принимать. Мы родились. Все умнее, все сильнее. И мы нашу собственную силу, с которой мы приходим, щедро раздаем другим людям. Подсознательно. Щедро раздаем. Учителям и родителям отдаем право быть мудрыми и принимать решения и знать, как лучше нам. партнерам по отношениям раздаем либо наш непринятый мужской аспект, ну то есть ты будешь, там, если это женщина, то мне нужен мужчина, который вот даст мне ощущение стабильности в жизни. Если мы говорим о мужчине, то мне нужна, примеры, самые обычные. Мне нужна женщина, которая подсознательно, что она должна дать? Которая будет давать мне ласку, нежность, ощущение блага. наконец-то поможет мне научиться радоваться жизни. Мы щедро раздаем то, что у нас есть внутри, то, что принадлежит нам по праву рождения и то, что мы можем черпать из источника, проецируем на других людей, а потом берем за грудки их, когда они не хотят давать нам то, что мы от них хотим. И это происходит в каждых отношениях. А я вам говорю, отношения это основная, основной полигон для развития, основной полигон для творчества. Ты, сидящий на скале в Гималаях, общаясь с Богом, остаешься в лучшем случае в состоянии духовного ребенка. Да, у тебя коннект с Богом. Да, Но если да, ты родился, но ты здесь родился, чтобы творить. Ты не можешь творить без другого человека, потому что творение предполагает создание новых разнообразия. Повар, который готовит только из яиц, ничего нового не приготовит. Здесь у него только есть яйца, у него должно быть количество продуктов. То же самое и у нас. У нас должно быть количество разнообразных флагов. но, но, если при этом, если при этом общаясь с другими людьми, мы остро чувствуем свою собственную нересурсность, неполноценность, обладая гипотезой, ложной гипотезой о том, что у других людей есть то, чего нет у нас, эмоционально, физически, ощущенчески, то тогда мы обречены на жизнь в драме. И это качественное разделение жизни в творчестве и жизни в драме, то драма проявляется тогда, когда что-то наша рука, нога, сердце кто-то держит, она указалась у кого-то в заложниках, и нам никак от этого не избавиться. И вот здесь происходит драма. И у драмы механизм очень простой. человеческой драмы. Это рождается ребеночек веселый, радостный, позитивный. И он кричит А-а-а-а-а-а-а. А-а-а-а-а-а-а-а-а. Ну, чакра тут хорошо работает, синенькая. Он кричит А-а-а-а-а-а-а. На что что делает социум? Там, где сильнее всего фонтанчик бьет, там он его и перемыкает. Происходит подавление и вытеснение. Частичка ребенка из внутренней становится внешней. Он в некотором смысле берет вот эту свою способность выражать себя и свои чувства, вынимает и вот так вот держит на вытянутой руке. Соответственно, он уже человек без возможности выражать себя и свои чувства, и свою правду, как он думает. И у него в руках, это его собственная сила, он подходит к человеку и отдает эту силу другому человеку. И это человеком управляет. Это не сила человека другого им управляет. Им управляет его собственная сила, которую он не ассоциировал с собой. Это то, что в психологии называется подавление, вытеснение и проекция. Все просто. И мы представляем собой людей, у которых есть источник блага, который может дать баланс, ощущение любимости, ощущение безопасности, ощущение стабильности, ощущение достойности, право на выражение, право на истину, право на любовь, право на смелость, право на творчество. И все это мы держим вот так И вот так ходим по жизни И молим других людей, чтобы они нам дали это право Или молим вещества, чтобы они дали нам это право Алкоголь, дай мне возможность выразить себя И сказать, что я реально думаю Наркотики, дайте мне право почувствовать себя соединенным с Богом Еда, дай мне право почувствовать себя спокойным Или там, не знаю, сбалансированным или наполненным Или любимым, любимым на какое-то мгновение времени Мой любимый человек, дай мне почувствовать себя любимым Пожалуйста, дай И если твое состояние меняется, мне плохо Потому что ты управляешь моим состоянием И это природа всех конфликтов в отношениях Всех без исключения Встречаются мужчина без ноги и женщина без руки Например Как им кажется Как им кажется И они настойчиво вцепляются друг в друга Чтобы противоположный позволил им Попользоваться своей собственной рукой или ногой Пожалуйста, дай мне почувствовать себя в безопасности Говорит женщина Если ты делаешь что-то Что опровергает это чувство То я больше не могу его чувствовать Ты являешься тем, кто разрешает Позволяет мне чувствовать себя Значимой, любимой или в безопасности Если ты что-то делаешь Я больше не могу это чувствовать Потому что ты управляешь этими чувствами Это как будто бы не мое Мужчина то же самое Пожалуйста, дай мне возможность почувствовать себя любимым Дай мне почувствовать себя нужным Дай мне почувствовать себя расслабленным Дай мне почувствовать себя в гармонии Если с тобой что-то происходит не то То ты как будто забираешь это у меня А у меня этого нет Думает человек И вот они между собой Ежедневно воюют За те вещи, которые есть внутри них самих И кто-то из вас может сказать Я понимаю, это все внутреннее чувство Но есть же реальные ценности Кто-то что-то там умеет Кто-то что-то не умеет У кого-то есть деньги У кого-то нет денег У кого-то есть какие-то возможности У кого-то нет возможности Бывает же обмен ресурсами Я говорю нет Все внешнее существует здесь только для того Чтобы отражать состояние Мы ничто не делаем внешнего Для того, чтобы это было внешнее Все внешнее мы делаем для того Чтобы получить это состояние Мужчина, который тратит жизнь на то Чтобы создать прибыльный бизнес Он делает это не для денег Он это делает для того, чтобы почувствовать себя достойным Потому что у него есть исходная травма Ну, как у любого человека Женщина, которая всю жизнь вкладывается во внешность Работает над ней Делает всякие странные вещи с собой Она делает это для того, чтобы почувствовать себя любимой Значимой, красивой Это чувство, это ощущение Это не материальное Это вообще никогда не про материальное Никогда И получается, что мы здесь Более того Все те состояния Это классика Все те состояния Которые нам кажется Нам дарят другие люди Они же мы их делаем Они происходят в нашей нервной системе Да? Но право Почему-то у них запускать их в нас Типа, если меня любят Я наконец-то Ааа Я чувствую Это, конечно, еще не ощущение того Что любит меня Бог Но это, по крайней мере, возможность Расслабиться в этой жизни чуть-чуть Я любим Значит, все неплохо Значит, я не такой плохой Ааа Ты мне изменил Ты меня не любишь Казалось бы Это вообще не про тебя, да? Ааа, нет, про тебя Я недостаточно хорош Сначала Бог меня не разлюбил Теперь ты Ты предпочел кого-то лучше меня Потому что я недостаточно хорош Получается, что Моими чувствами Моим отношением к себе Моим ощущением блага Вообще, моим источником блага Управляет кто-то другой И что интересно Мир придумал огромное количество способов Попробовать компенсировать эту неполноценность 99% всей психологии занимается этим Всевозможных тренингов Женские стратегии Да? Как сделать так, чтобы А мужские стратегии Как сделать так, чтобы Как бы Получить то, что я хочу И почувствовать себя Наконец-таки ничего Ведические стратегии Как сделать так, чтобы Тоже происходило Гармоничное сосуществование Неполноценных существ Бизнес-стратегия Как повысить чувство Собственной значимости За счет внешнего И так далее Все то, что говорит Про внешнее И все то, что говорит Про других людей Это всегда питает в нас Поддерживает Вот эту базовую иллюзию Того, что наша сила Принадлежит кому-то другому Каждый из нас Приходит сюда С безграничным Источником блага И ресурсов Которые находятся Внутри него самого И первое, что человек делает Через При травматическом Столкновении С жизнью С другими людьми Он просто это раздает Он просто перестает Ощущать это как свое И с этого начинается Вся беда Потому что ты можешь Купировать Замаскировать Ощущение собственной Неполноценности За счет того или иного Внешнего Всегда У тебя всегда есть Этот выбор До какого-то момента Ты можешь Сделать пластическую операцию Заработать деньги Есть много способов Утвердиться В чувстве собственной Значимости В этом мире Проявить насилие Кому-то почувствовать Свою силу И так далее За счет внешнего Но это всегда Будет приводить К тебя к разбитому корыту Всегда Абсолютно Не бывает Других случаев Потому что каждый раз Ты будешь чувствовать Еще более зияющую Пустоту И ненасыщенность Потому что ты Каждым своим действием Вовне Отрекаешься От источника блага Внутри себя Каждым своим действием В угоду своему эго Ты отворачиваешься От Бога Который стоит С протянутыми руками Предлагая тебе Все необходимые силы Которые ты Почему-то не готов Принять Принять Сейчас И если мы возьмем Любую ситуацию Из жизни здесь Присутствующих людей Любую Которая их тревожит Волнует В отношениях В жизни В карьере В работе В самоощущении То в основе нее Будет всегда Блага Его собственно Этого самого человека Который почему-то Пока в заложниках У кого-то Или у чего-то У вещества У Какой-то ситуации Жизненной У решений Других людей У отношений Других людей К вам Это парадоксальное Убеждение Вы ищете Любовь и благо Не там Где оно На самом деле Есть Ни один человек Даже самый близкий Ради Ни мама Ни папа Ни любимый человек В жизни Никогда Не давал вам Любовь Никогда Не давал вам Любовь Потому что У любви Нет вектора Он позволял Вам чувствовать Вашу любовь Которая Внутри вас есть Вы просто Спрашивали Разрешение Пользоваться тем Что у вас И так есть Просто там Разрешение Было дано Если человек Действительно Вас любил Это ваша Любовь Это вы Ее чувствовали Это ваша По праву Если Отношения Между людьми А это Основа Творчества На планете Строится По принципу Ты мне Что-то Даешь Благо Или Любовь То это Ложные Отношения Они не Могут Существовать Долго Потому что Так или иначе Жизнь Хочет Чтобы мы Были Полноценными Жизнь Хочет Чтобы мы Чувствовали Силу И ресурсы Внутри себя И когда Происходит Ситуация Созависимости Когда Идут И проецируется Сила Между Двумя Людьми Друг На Друг То Эта Ситуация Может Она Может Быть Устойчивая Но Эта Ситуация Будет Приближать Двоих Людей К Неотвратимому Финалу В котором Им придется Встретиться С тем Что они Не могут Насытиться Требуя От других Людей То что Принадлежит Им по праву Никогда Как бы Они не пытались Как бы Они не пытались Это достать Самый простой Пример Видите Идет Привлекательный Человек Противоположного Пола Который Вызывает У вас Определенное Чувство Влюбленности Или сексуального Возбуждения Не важно Где ваше Внимание На нем Что вы чувствуете Тянущие Ощущения Крючки Вы чувствуете Тянущие Ощущения Где должно Быть ваше Внимание В себе Если вы Попробуете В этот Самый Момент Сфокусироваться На том Месте Где у вас Есть тянущие Ощущения И вспомните О том Что внутри Вас Это Есть Внутри Вас Это Тоже Есть То я Гарантирую Что в какой-то Момент Вы почувствуете Блаженство В том числе Даже с сильными Чувствами Зависимости От чего-то Просто Переводя Внимание Это не что-то Что нужно Взрастить В себе Это не что-то Что нужно Открыть В себе Это Есть Это Там Лежит Это Всегда Там Лежала Любовь Уважение Себя Своя Сексуальность Собственное Умение Ей Наслаждаться Право На Жить Право На Уважать Себя Право На Выражать Себя Право Проблем В мире Это Проблема Инфантилизма У другой Наций Бог Больше Бог Чем Мой Бог Поэтому Я чувствую себя Плохо Мы Должны Что-то С ней Сделать Дать Ей По Системе ПВО Другой Человек Открывает Во мне Чувствы Любви И он Управляет Этим Моим Чувствам Вот Этим Моим Блаженством Не Обязательно Это Всегда Это Всегда Это Это В любой Ситуации Если У нас Эти Крючки Выведены Вовне То Это Приложение Внимание Это Отсутствие Осознанности Порождает Ситуацию Зависимости Но Выход Из Зависимости Не Является Путем Где Мы Должны Обрести Более Высоковибрационную Зависимость Или Сменить Зависимость От Любви Женщины На Зависимость К Любви Гуру А Потом Зависимость От Любви Бога Которая Тоже Может Быть Зависимость Если Человек Ищет Знаки И пытается Соответствовать Какому-то Потоку Бытия Реальность В том Это Кстати Интересная Мысль Потому Что Очень Много Людей Добравшиеся До Вот С этим Совсем Разобрались Они Вот Здесь Сохраняют Свою Зависимость Они Говорят Как Богу Будет Угодно Я Служу Богу Я Провожу Волю Абсолюта Ты Творец В которому Делегирована Вся Воля Бога Идея Взросления Человечества В том Что Ты Не Спрашиваешь Разрешение У высших Сил Так же Как Не Спрашиваешь Разрешение У мамы И у Папы Что Правильно А что Бог Не Знает Это Новый Передовой Край Жизни Он Не Знает У Бога Нет Ответа Ты Идешь И с твоей Ответственностью И своего Блага И своей Интуицией Творишь Новые Реальности Ты Выбираешь Свободу В том Числе И от Бога Потому Что Это Ты Во-первых Во-вторых Это Ты Старый Кому Ты Делегируешь Свою Ответственность Ты Берешь За Руку Свою Силу Которая В Тебе Есть И И Идешь Вперед В Реальности А не Топчешься У Ну как Классический Путь Духовного Развития Поставил Под сомнение Подавил Изничтожил Как-то Исказил Чтобы Это Было Только К Богу Загнал В рамки Отдал Гуру И Здесь Почувствовал Ся Рабом Приехали Да Лекция О взрослении Человечества И Сознание Лекция О том Что Нету На самом Деле Нигде Вовне Источника Духовной Мудрости Даже У Бога Который И Нету Нигде Ответов Какой Будет Наш Завтрашний День И Нету Нигде Ответов Как Нам Нужно Поступить Потому Что Это Новая Конфигурация Реальности Это Передовой Край Это Передовой Край Мира Это Не То Что Было Даже Это Цивилизация На планете Это Не Цивилизация Которая Развивалась На других Планетах Если Кому Кто У нас У всех Есть Представление О том Каким Будет Общество Будущего Просветленное Оно Берется Из нашей Генетической Памяти О Левурийских Временах О Плеядских Временах Когда Мы Как Души Воплощались На других Планетах Но Это Будет Не Так Не Будет Единой Религии Белых Одежд И Каких То Этих Это Будет Другая Реальность Каждый Раз Это Новая Обрести Синтез Свободы И Любви Нужно Эту Любовь Перестать Отдавать Вовне Перестать Отдавать Право На управление Любовью Другим Людям Перестаньте Обращать Внимание Вообще Внимание Направлять На детей Направьте Его На себя Тогда Будет Работать Интуиция Раз Второе Вот У ребенка Нет состояния Менее готовый К жизни Более Готовый К жизни Он Всегда Готовый К жизни А для С одной Стороны Для целостного Человека А для Нецелостного Человека Он Всегда Не Готовый К жизни Соответственно Он Уже Готовый К жизни Он Уже Готовый К жизни Если Будет Нужна Помощь Или Совет Он Может Спросить Да Лучше Что Можем Сделать Для Других Людей Это Вправить Крючки Своего Блага Назад К себе Войти В свое Собственное Блага Да Они вам Спасибо Скажут Они вам Скажут Спасибо Смотрите Если Мы Живем Из своего Центра Из своего Блага То Мы Помогаем Миру Почему Почему Помогаем Миру Снижаем Своего Центра Своего Блага Не знаю Всю жизнь Все человечество Ходит с палочкой И тут Один Обнаруживает Что Как бы Ну или У него Палочка Выпадает Например Ветер Подул И он Понимает Что В целом Можно Ходить И без Палочки С Палочки Но Он это Обнаружил Он думает Но это же Обидно К тем Кто ходит С палочкой Я же Вот такой Буду тут Ходить Без Палочки И люди Будут думать Они Либо Завидовать Будут Либо Это просто Оскорбление Чувств Верующих Ходить Без Палочки Это же Богохульство Нас Создали Вот такими Нас Учит Главное Это Мы Созданы Скрюченными Убогими Мы Не можем Стать Богохульство Это Ангела Свергли С небес За такое В нашей Мифологии Нашей веры Например А что Люди Подумают А вдруг Им будет Больно Ну Кто-то Должен Начать Ходить Без Палочки Что Будет Конечно Больно Будет Они Всю Жизнь Учили Обращаться С Палочкой Убираем Убираем Мне Палочка Не нужна А Они Так А Может Все Это Рассказать Это такой опыт, разгадать Бога внутри, когда все говорит об обратном. Это такой опыт, здесь нет злого заговора, и никто не раздал эти палочки. Это просто первое, как работает инстинкт выживания, найти опору, найти защиту. Все ходят с этими доспехами, доспехами скручившись, потеют в них ужасно, все натирают они им всю жизнь, потом они говорят, скоро, дорогой друг, это все станет твоим, ребенку говорят. Ты должен быть мускулистым, кожа твоя должна быть грубой, ты должен смиренное выражение лица, потому что улыбаться сил нету никаких. Когда-нибудь эти доспехи станут твоими. А ребенок говорит, нет, и это оскорбление чувств верующих. Да, это здорово, это здорово, знаете почему? Потому что это с кому-то должно начаться. Должны наконец-то появиться люди на этой планете, которые скажут, со мной все хорошо, любовь внутри меня, я любим без всяческого необходимости это доказывать. Я ценен просто потому, что я ценен. Со мной все нормально, я такой, какой я есть. Мое разнообразие и отличность от других людей – это хорошо. Я заслуживаю уважения просто не по своим достижениям, а просто потому, что я так, я есть, я есть, я просто есть, и это нормально. Вот должны такие люди появиться. Я могу считать себя достойным лучшего в этом мире. Я могу иметь право выражать себя и свои чувства, как хочу. Я могу любить, кого хочу, не ожидая, что кто-то должен ответить мне взаимностью на это. Потому что это мое чувство. Я могу чувствовать себя достойно. Я могу иметь право на быть, на хотеть, на получать желаемое. Желаемое без идеи о том, что обломится, не обломится мне это желаемое, да? С кого-то это должно начаться. С каких-то душ это должно начаться. И тогда один изменяет тысячи. Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. Христианская концепция спасения представляет собой то же самое, что восточная концепция просветления. Это избавление от дуальности. Это избавление от страдания. Это открытие любви Бога в тебе. А любовь Бога в тебе, это мира, которая успокаивает твое чувство неполноценности. Это, которая говорит, ты можешь быть разбойником, но сегодня ты будешь со мной в раю, как сказал Христос. Разбойник, который с ним на кресте висел. Это вот это спасение. Как только ты вышел за пределы выживания и открылся идеей любви и собственной достойности просто по праву того, что ты сын Бога, все, ты там. Ты там. Ты можешь эти доспехи снять. Прекрасно разворачивается эта драма. Это всегда про отношения. Это все про отношения. Стран со странами. Народов с народами. До сих пор нотки выживания и неполноценности живут в нас. Это все прекрасно. Да, действительно здорово чувствовать свою связь с предками. Но это инфантилизм. Это инфантилизм. Мы идем не в то магическое время мудрых и духовных предков, которые мы забыли. Вы не было там. Там были цивилизации, которые были традиционными, в которых было благо. Но мы идем в новое. Мы идем во время большей свободы, большей осознанности, большего творческого потенциала, большей широты и свободы. И нотки вот этой неполноценности, они могут еще прослеживаться. В религии, в убеждениях, в чем-то еще. Но наша задача, как людей, которые несут этот факел, сделать из своих жизней манифест полноценного человека. Наконец-таки будет эра полноценных людей, потому что все цивилизация 50 тысяч лет до нас, которая существовала, это эпоха духовных коллег, духовных коллег, не верящих в свою силу, которые пытаются у друг друга, между мужчинами и женщинами, между странами и религиями, забрать силу и право на себя. Забрать, вымолить, отвоевать. Право на себя, на чувствовать себя достойным. И с кого-то это должно начаться. И с кого-то это должно начаться. И это проявляется в отношениях. Ну, теперь хорошая новость. Развитие является процессом потери целостности всегда. И обретение этой целостности на новом уровне. Любое развитие предполагает, что мы будем терять эту целостность. Когда мы, когда ребенок отпочковывается от нас, мы потеряли часть своей целостности. Но теперь задача вместо одной целостности, через две половинки, создать две новые целостности. когда встречается, когда ты живешь, и ты, все у тебя вправлены, все вот эти твои крючки на данной октаве сознания. И ты сидишь такой. И думаешь, что у тебя все хорошо. И появляется человек, другой бог, воспитанный другим тысячу и тысячу жизней, в котором есть другой вкус. Другая вибрация, другой запах, другое ощущение. И он берет тебя так и сбрасывает тебя с твоего педестала. И происходит развитие. И ты в этот момент не целостен. Ты в этот момент открылся чему-то новому. Ты еще не объединился с этим. Ты еще не открыл это в себе. Это еще внешнее пока по отношению к тебе. Это новое. Это свежее. И это не целостное. И это тоже нормально. И когда ты сбалансировал себя и свое благо, и свою достойность, и свою априорную самоценность вместе с этим новым, то ты тем самым включил это новое в свою жизнь, не создал зависимости и стал больше. И Бог стал больше. И у вас с этим человеком появилась возможность отпраздновать это новое расширение Вселенной. Вы, наверное, слышали фразу, что Вселенная расширяется. Не только потому, что галактики движутся друг от друга, а потому, что каждый новый опыт, порождаемый в разнообразии, расширяет Бога внутри каждого. И это потом еще расширяет Бога внутри каждого. И еще раз, и еще раз, и еще раз, и еще раз до невообразимых пределов. Поэтому наша жизнь это постоянная потеря и обретение целостности. Так же, как ходить. Ты теряешь равновесие, обретаешь равновесие, теряешь равновесие, обретаешь равновесие. Ты не можешь, держа равновесие, ходить. Это невозможно. Ты должен потерять равновесие, чтобы двигаться. Поэтому ничего страшного, что вы в своей жизни и я в своей жизни теряли свою целостность. Это нормально. Но так же нормально ее восстановить и стать больше. Не стать тем, каким мы были, не стать, как были наши предки, как были наши родители, или какой был Бог в духовных писаниях до нас. Стать новым, стать больше, стать шире, стать чище, стать разнообразнее, стать полноценнее, стать могущественнее, обрести еще больше силы внутри нас, открыть ее больше внутри нас. Вот в чем вкус и магия опыта жизни на земле. Все, что к нам приходит, призвано расширить нас. Но когда это приходит как внешнее, первая реакция – впасть в зависимость или начать воевать, что является одним и тем же. Стокгольмский синдром. Когда мы возвращаемся к себе, у нас появляется возможность возвыситься, вознестись. По сути, есть как бы условно три октавы сознания. Свойственные каждому человеку. Первое – это тяни толкай. Тяни толкай. Это жизнь без… Во-первых, это плоская жизнь. Без мыслей о духовном, о причинах и следствиях. Что-то происходит, я с этим из страха либо борюсь, либо впадаю в зависимость, либо убегаю от этого и так далее. В итоге, так или иначе, жизнь приводит к тому, что у нас нет выбора, как не принять свою целостность и не найти ресурс в себе. Но на это тратится очень много энергии. Карма, как инструмент вот этого тяни толкая, тратит жизнь за жизнью, за жизнью, за жизнью, чтобы не учить человека одному уроку какому-то конкретному. Любить себя, доверять себе, знать, что истина внутри тебя, следовать своим желаниям. Понятные уроки все. Вправить вот этот вот крючочек много-много жизни, много-много боли должно по этому крючочку проехаться, чтобы человек сначала его забрал и убрал, вообще не верил в его существование, потом понял, что так тоже жить невозможно. Высунул его, а его опять обломали. Он сказал, а, страдал, потом пал ниц перед духовным гуру, отдал ему это право. Духовный гуру попользовался и не дал этому ничему, никакого нового блаженства. И только после этого у него появляется какая-то крамольнейшая идея, что бред какой-то, самая контроверсивная, самая невероятная штука может быть, что это было всегда у него. И тогда урок завершен. Сто жизней на один духовный урок. Те не толкай кармический. Два. Это, я бы назвал так, мастер кармы. Мастер кармы. Черный пояс по карме у человека. Это все возможные люди, которые прокачиваются. Которые, сведущие в психологии или ходят к психологам. И осваивают стратегии, как свои ресурсы забирать у мира. Женские, мужские стратегии, бизнес-стратегии, какие-то там... НЛП, древние, старые, новые, новаторские, нейропрограммирование, гипнозы. Горизонтальное сражение с миром за ресурсы. Горизонтальная попытка овладеть мастерством. То есть, мысль какая? Я неполноценен, но и вы тоже неполноценны. Поэтому я буду... Я дам вам что-то, что вам надо, а от вас буду вытягивать то, что мне надо. Хитрость. Попытка обхитрить карму. И на этом работают, ну, большая часть таких не особо вежественных психологов, тренеров, коучей. Как отвоевать у другого человека ресурс, который тебе очень сильно нужен. И номер три. Три. Это... В раю. Богочеловек в раю. Все, он уже сегодня со мной в раю. Все, человек пришел. Он понял, что он изначально совершенен. Ему это неинтересно. Он это не понимает. Ему больно просто. Он уже пришел. Знаете, есть восточная поговорка, что тот, кто винит других, не начал свой путь. Это поле обвинения других. Тот, кто винит себя, прошел полпути. Это поле, по сути, обвинения себя. Я не полноценен, я что-то попробую сделать, чтобы это искупить. Тот, кто не винит никого, прошел весь путь. Ты пришел, когда ты вернулся в центр себя. Пройдя вот такой вот крюк, вернулся в центр себя. Ну вот вы вашу силу проецируете, отдаете, да? Вот на переговорах, да? Вы фокусируетесь на себе, идете в свое тело, прямо в момент переговоров, на своем благе. И начинаете слушать свои желания. Что для вас приемлемо, что для вас неприемлемо, что для вас интуитивно, что против чего говорит интуиция против. Это не значит, что вы даже скажете, нет, я не готов. Вы все мной манипулируете, вы плохие люди, я буду вот в дверь вышел. Нет, нет, как только. Вот это тоже показатель детского поведения, понимаете, да? Я к чему это говорю? Потому что можно безопасно довериться центру. Потому что как только вы вернетесь в свой центр, внешне может не измениться. Вы будете также говорить да или нет. Вы будете, возможно, для других людей вообще ничего не поменяется внешне. И, возможно, вы примете те же самые решения. Но отношение к вам будет другое, вибрационное отношение другое. Коммуникации ведется на уровне вот этих энергетических потоков. Самое страшное, это когда сила одного человека, спроецированного на другом человеке, другой человек это чувствует. И он подсознательно. Почему? Потому что его сила тоже не с ним самим. А когда его сила не с ним самим, любая внешняя сила ощущается... О, сейчас почувствую свою власть. Хорошо. Верните силу. Сразу будет уважение. И больше уважения. Больше ценности. Это не про внешние. Это не про поступки. Это про внимание. Это просто про внимание. В тело. В центр. Вы есть. Прямо вот по очереди. Я сижу. Я есть. Внутри меня есть сила. Внутри меня есть истина. Я имею право следовать своим желаниям. Я имею право принимать решения в согласии с моим благом. У меня есть благо, которое я не могу игнорировать, потому что это нечестно. Я хочу следовать ему. Я верю в то, что оно внутри меня есть. Внутри меня есть правда. И право ее выражать. И право чувствовать. И право следовать своему благу. И это все в ощущениях. И это все внимание. И когда вы возвращаетесь к этому, меняется энергетическая динамика. И все. И вы обретаете иное качество общения. Вот она магия. Магия просто в одном слове центрированность. Центрированность. Вы возвращаете внимание туда, где живет ваш Бог и ваше благо. Пока вы про него не забыли в детстве. Пока его внимание не забрали у вас. И заметьте, это послание, оно сильно отличается от идеи о том, как сделать виноватыми род, родителей, маньяков, насильников, судьбу Бога, плохих мужей, неверных мужей или стерв жён. Или каких-то еще там вот это. Это выходит далеко за пределы этого тривиального способа общения. И это для смелых душ. Которые, для смелых, которые не боятся почувствовать себя любимыми и достойными. Которые не боятся принять своё благо. Которые не боятся повзрослять. Мы как цивилизация должны повзрослять. Как только мы повзрослеем, закончатся все войны, все конфликты, всё непонимание. Уйдёт вот этот страшный клубок. Вот эти клубки ужаса перестанут происходить, которые называются отношениями. Да, вот эта вот проекция вот этой силы друг на друга сфокусированная, приправленная советами со всей истории человечества. Что? Да, в машине не будет, что-то они будут. Будут, будут. И что интересно. И это, кстати, не послание о фрилав. Нет? Нет. Это послание о целостных и глубоких и иногда долговременных отношениях чаще всего. Потому что когда есть центрирование, ты позволяешь человеку развиваться в своём темпе, себе развиваться в своём темпе. Да? И поэтому не происходит торможения друг друга, не происходит угнетения друг друга и ниоткуда бежать. И просто чистый резонанс любви остаётся. Это способ сохранить брак, а не разрушить брак. Это способ сохранить любовь, а не разрушить любовь. Потому что то, что происходит... О! Наконец-то я об этом расскажу. Это так здорово. Брачные клятвы, знаете, да? Это классная вещь. В каком плане? Это вот... Вот любовь, да? И как её просто можно опошлить, да? Можно любовь перевести в должен-должна, в градации зависимости, в вот этот вот клубок созависимости, в который благом превозглашается умение ограничивать своё благо в пользу блага чужого человека. То есть брак сейчас представляет собой, я отрежу себе ногу, ты отрежешь себе руку, и мы будем весело ковылять по жизни вместе. Ковылять по жизни вместе, пока смерть не разлучит нас. Представляете, я просто хочу, чтобы вы чувствовали вкус этого на самом деле через осознанность. Все клятвы, которые предполагают потерю целостности, личной свободы, отказ от своего блага, как и от главного приоритета, они не могут создать счастье. Страха нет. С нами ничего не может произойти. Со всеми всё в порядке. Души вечные. Жить будем бесконечно. Бог знает наше имя. Мы были здесь до этой жизни и до того, как сформировалась планета Земля. Здесь большая работа сейчас. Здесь вкус жизни. И мы в идеальном месте для нас всех. Для того, чтобы продолжить и создать ещё более длинную жизнь. Прямо в этих телах. Совершить вибрационный сдвиг. Жить 100, 120, 150, 180 лет. Это 300. Это реально для всех здесь присутствующих, без исключения. Это то, на что мы способны сделать, когда мы примем наше благо внутри нас. И это должно дать вам информацию о том, о чём я говорил вначале. Ситуации, когда есть кто-то, у кого есть информация, и все остальные, она скоро исчезнет. 20 лет, может 30, и закончатся встречи, где есть гуру и последователя. Я не хочу сейчас такого, чтобы было. Потому что это не про целостность. Вы все боги. Всегда рядом с вами присутствует шаблон вашего высшего я, полностью реализованного, стопроцентного вас, бесконечного, любимого, несовершающего ошибок, априори ценного и радостного в каждый момент времени. Всегда он присутствует. И только фокус внимания и иллюзии того, что это где-то вовне надо получать, отделяет вас от того, чтобы идти туда и черпать оттуда. Вы всегда, мы всегда в нашей старой парадигме искали любовь не там, где она есть. Безопасность. Безопасность не там, где она есть. Благо не там, где она есть. Всегда. Настала пора черпать из центра. И черпать из центра это. И тогда отношения улучшаются с другими людьми. Тогда начинается творчество, мы начнем жить. Понимаете, мы думаем, что мы тут уже к апокалипсу приближились. Нет, мы еще жить не начали, как цивилизация. Но это надо очень сильно себя заставлять. Это неправильно. Идея про то, что когда мы чувствуем дискомфорт, это значит, что мы отдали свою силу. Всегда. Дискомфорт, отдали свою силу. Дискомфорт, отдали свою силу. Гнев, отдали свою силу. Оно там естественно пребывает до тех пор, пока мы не отдали свою силу. То есть негативная эмоция показывает, что наша вибрация не соответствует тому, как она должна функционировать. То есть это неправильная мысль? Мы течем против течения себя идем. Если ты о чем-то думаешь и у тебя вне, значит, это мысли неправильные. Дело не в мысли. Дело в том, что думая эти мысли, мы сопротивляемся чему-то. Мы сопротивляемся чему-то. Может быть, не сама мысль неправильная. Но этот процесс, это сопротивление является не тем, чтобы сделала наше высшее Я в данной ситуации. То есть внутренняя неудовлетворенность является свидетельством, что сила управлять нашим благом лежит на обстоятельствах и на других людях. Поэтому, когда мы понимаем, что на самом деле там никто и не собирался брать ответственность за наше благо, потому что это в принципе невозможно, это невозможно, это такая иллюзия, невозможно, то тогда мы возвращаемся к себе, центрируемся, и это устраняет сопротивление. Это устраняет сопротивление. И, наконец-то, у нас появляется возможность любить других людей, ценить других людей, видеть других людей, а не свои проекции в них. Видеть мужчин такими, какие они есть, женщин такими, какие они есть, родителей детей такими, какие они есть. Вот эти проекции нашей силы все затмевают. Да, все люди зеркала до тех пор, пока вы щедро на них эти зеркала навешиваете, им тоже не хочется их носить. И вы им не помогаете этим самым, что интересно, поощряя, скажем так, вот эти проекции в себе и в других людях, вы не помогаете людям. Вы ухудшаете отношения, вы не делаете им добра, вы думаете, что возможно вы как-то это, ну типа, я, все мое благо, ой, вся моя любовь к тебе, мой дорогой. И ты должен быть рад этому, но ты почему-то не рад. Поэтому я, добрая душа, столько для тебя делала, отдала лучшие годы своей жизни. И поэтому я буду злиться, я буду внутри гневаться, потому что ты не отвечаешь мне на это. Другому человеку дискомфортно. Он не понимает, что происходит, что-то такое. Он и не просил, он и не просил. Вот вообще модель развития всего. Человека, человечества, Бога. Маятник. Качается. Есть определенная дуальность, да. Вот здесь любовь, да, здесь страх. Планета исследует полюса. Когда импульс в любовь чуть-чуть становится больше, центр тяжести перескакивает вот в эту октаву. Здесь начинается новое раскачивание. И так дальше, и так дальше, и так дальше. Вот это потеря и обретение целостности, потеря и обретение баланса. Для человечества на данном этапе развития понадобилось два полюса. Это Гитлер и Иисус, например. Что интересно, можно чуть-чуть? Что интересно, они пришли как раз таки с теми же самыми уроками, о которых мы сегодня говорим. Один показал, до чего можно дойти при разделении, при попытке получить ресурс извне и попытке построить свою значимость на внешнем. И он стал царем. Он стал вождем. Он обрел славу и влияние. А второй въехал на осле и сказал, что Бог внутри меня и каждого из вас. И не стал царем. Что еще интереснее, эти люди пришли с кармическим посланием к одной и той же нации. Одного они не приняли, потому что они хотели вождя. А когда вождь пришел, но не к их нации, то они от него пострадали. Поэтому они качнули этот маятник. Это не повторится в истории. Мы переходим в новую октаву. Потом в новую, потом в новую, потом в новую, потом в новую. Но творение и исследование разнообразия будет повышаться. Оно не будет драматично, потому что это октава, это октава драмы. Мы из нее выходим. Это вызов. Давайте об этом поговорим. Это вызов. Без драмы скучно. Если мы воспринимаем драму только как плохие и хорошие. Наличие страха и любви. На самом деле драма может тоже повышать свои вибрации. Если мы посмотрим на произведения массовой культуры, то сто лет назад, какой основной драматические компоненты? Антигерой. Сто процентное зло. Такой сферическая темнота в вакууме. Сферический свет в вакууме. Идеальное добро. Потом эти герои начинают обретать объем. Сейчас мы приходим к тому, что появляются фильмы и сюжеты интригующие, но без драмы. Без полярности, без антигероя. Вы можете себе представить фильм, захватывающий, интересный, в котором нет антигероя? Такое может быть. Такое может быть. Потому что и это вызов для искусства будущего. Допустим, мультик Моана, да, вот это диснеевский, там нет антигероя. Да, там антигерой как вытесненная часть, но там нет классического антигероя в представлении. А фантастические твари, места, где они обитают. Кто зло? Зло те, кого исторически считали добром. Борцы за это создают зло. Создают и вытесняют силу из людей. Через вину, стыд и так далее. Там послание очень четкое. Вот так это движется. Вообще, как это происходит, травма, да? Есть два подельника, да? Стыд и вина. Третий это долг, вина. Третий это долг, такие вот компашка. Ребенок кричит. Ребенок что-то делает. Ему запрещают это делать. Он не понимает, почему. Ему говорят, ты должен. Если слово должен не работает, они используют стыд и вину. Стыд и вина – это самоотторжение. У ребенка и так, когда он родился, вбит клин между ним и Богом уже подсознательно. Он уже чувствует себя немножечко недостойным. И потом на этот клин так хорошо навесить все то, что нам надо. Ты не можешь чувствовать себя любимым, если делаешь это. Ты не можешь чувствовать себя достойным и полноценным, если делаешь это. Ребенок кричит, его затыкают. Он кричит в обиду. Его за это винят. Или стыдят. Или, например, он кричит, его затыкают, он плачет. Что является… Вот энергия. Фонтанчик энергии. В нем бьет. Попробовал покричать – заткнули. Попробовал поплакать – застыдили. Попробовал хлопнуть дверью, сломать что-то – обвинили. Куда эта энергия проявляется? Насилие. Если не было возможности, то скрытое насилие, аутоагрессия. Не дай бог, болезни какие-то. Энергия не девается. Так вот, возвращаясь к тому вопросу, о котором с нами вдруг в жизни что-то произошло. Не вдруг. Были мы маленькими. Была у нас куча силы внутри. Как-то проявили ее. Как-то отрезали ее. И кусочек силы остался висеть в нашем поле. Год висел, два висел, три, десять лет висело. Потом кто-то раз, мышка бежала, хвостиком махнула. Заусенец задел, а не зажитый. Накричали кто-то. Для человека, который находится у себя в центре, он этого не заметит. Он не придаст этому внимания. Это не будет являться для него каким-то опытом значимым. Он будет понимать, что это не про него. Потому что его благо внутри него. Но здесь это благо просто вот висело для других людей. Ну, может, родители кричали. Потом социально настроили все необходимые доспехи, чтобы не позволять к себе такого отношения. Но где-то это проявляется. И вот оно тут проявилось. Вопрос. Этот опыт для чего был дан? Для того, чтобы мы обрели целостность. Все, что с вами происходит, без исключения, и хорошее, и плохое, имеет только одну цель. Привести вас к Богу внутри себя и сделать вас больше. Сделать вас больше, сделать вас могущественнее, соединить вас с вашим источником. Нет наказания, нет кармы, нет возмездия. Все то, что приходит, приходит для того, чтобы обратить внимание на эти крючочки, интегрировать их, расшириться, расшириться до них, в свою сущность. Это смысл любого опыта, который здесь происходит на этой планете. Вина – это иллюзия, это ложь себе, которая идет против блага. Поэтому она ощущается нехорошо. Для того, чтобы поддерживать вину, стыд, ощущение недостоинности, вам нужно инвестировать туда усилия. Это хватка. Вы держитесь за это вину. Не она держит вас, вы ее держите. Почему? Потому что, возможно, боитесь отпустить. Потому что, если вы отпустите, оказывается, что вам нужно принимать решение в своей жизни. И что вы источник истины и блага. И что вы источник правды. И что вы источник правильности и неправильности. Что вам реально нужно принимать ответственность за то, что считать хорошим и плохим, а не социуму и окружению. Вы держитесь за эту вину, потому что она, возможно, немножечко удобна. Когда-то была. Чтобы прийти к истинному убеждению, его не нужно в себе там подсаживать или закреплять. Оно есть внутри вас. Истинное убеждение такое. С вашей бабушкой все в порядке. Лучшая помощь, которую вы можете ей дать, это быть образцом центрированности. Тогда и она сможет стать центрированной. И взять на себя ответственность за свою жизнь. Если вы не берете на себя ответственность за свою жизнь и за свое благо, наивно полагать, что она возьмет, это невозможно. Это не динамика. Вот она, получается созависимость. Вы все страдаете, вам всем некомфортно, бабушке тоже. Не надо ее списывать со счетов, она может измениться. В нее может появиться новый вкус жизни, когда он появится наконец-то в вас. Не раньше. И своими действиями против своего блага, а что такое против своего блага? Которое ощущается тяжело. Вы не поможете. Есть такая мысль? Это отношение, которое касается нас всех. Мы все общаемся с родителями. Занимайтесь собой. Занимайтесь собой. Знаете почему? Потому что люди, которые вам дороги, они немощные. С ними все в порядке. И дети, они немощные. У них внутри такой же Бог. У них внутри такой же Бог. У них такая же сила. Они так же здоровы. В них так же все хорошо. А наше либеральное время, время свободы, оно предлагает нам не расслабиться в снятии ответственности и в отдаче силы своей другим людям. А в принятии своей силы. Когда говорят родители или кто-нибудь, типа возьми ответственность. С детства кодируется слово ответственность как что-то плохое. Как что-то неприятное. Но на самом деле ответственность это сила. Ответственность это сила. Ответственность это сила. У нас либо есть эта сила, либо мы ее не осознаем, она у нас есть. Лучше бы ее осознавать. И послание, которое это, это просто об ответственной жизни. Над вами нет Бога, который скажет вам, как надо делать. И который знает, как надо делать. Нету Бога. Он не знает тоже. Он правда не знает. Он не знает, как вам жить. Он не знает, какая духовная практика для вас будет работать. Он этого не знает. Он знает, возможно, ваш следующий шаг. Просто и может вам сказать его через интуицию. Но он не знает, как будет. Он не знает, какой прекрасный мир мы создадим или какой. Прекрасный мир, наверное, все-таки прекрасный мир мы создадим. Над вами нет родителей или родственников, которые держат традиции и правильность, которая воспитана. И этот опыт заслужен и ценен только потому, что на него жизнь положили, чтобы достичь этих идей. Этого над вами тоже нет. Нету партнера, который должен дарить вам ощущение безопасности и любви. Нету детей, которые должны радовать вас и жить для вас. Нет. Этого всего нету для вас. Не потому что мир такой, типа, останьтесь одни и живите сами с собой скучно. Нет. А потому что мир такой, который хочет, чтобы мы здесь праздновали, а не дрались за ресурсы. Мир такой, который хочет, чтобы мы приходили на праздник жизни в этот мир, рождаясь, и привносили сюда что-то новое, а не воевали за эти вещи. Вот про что это жизнь. Про то, чтобы мы не драматично относились к тому, что происходит, а как дети, играючи, радостно, чисто, без боли, без страха, без схватки выживания. Вот про что этот мир.